Здравствуйте, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Иногда случается так, что ребенку приходится длительное время отсутствовать в детском саду, например, по причине болезни или в период отпуска родителей. Как родителям помочь своему малышу не потерять связь с детским садом? Предлагаем несколько полезных советов. Ежедневно напоминайте ребенку о пребывании в детском саду в период длительного отсутствия. Вспоминайте, с кем и в какие игры малыш играл. Организуйте эти игры в домашних условиях. Вспоминайте самые яркие и интересные моменты, связанные с детским садом. Совместно с ребенком пересматривайте фотографии и видеозаписи мероприятий, прошедших в детском саду, праздников, развлечений, досугов. Беседуйте с малышом о его воспитателях. По возможности организуйте телефонные разговоры ребенка с педагогами. Этот шаг позволит малышу не потерять контакт с очень важными для него взрослыми, которые сопровождают его пребывание в дошкольной группе в ежедневном режиме. Поддерживайте контакты ребенка с одногруппниками. Можно организовать совместные прогулки малыша с его друзьями или, если ребенок болеет, можно использовать цифровые ресурсы и выходить на связь с ребятами через видеозвонки. Встречи с друзьями, проведенные в любом формате, будут способствовать легкой повторной адаптации ребенка в детском саду после длительного отсутствия. В домашних условиях старайтесь сохранить для ребенка тот режим дня, который установлен в детском саду. Прием пищи, игры, свободная деятельность и сон должны быть организованы в определенное время. Попросите воспитателей группы поделиться с вами списком тем, которые изучаются в настоящий момент в дошкольной группе. Попросите порекомендовать конкретные игры и упражнения для выполнения с ребенком в домашних условиях. Это позволит малышу не отстать от своих сверстников в освоении образовательной программы. Большое количество образовательных видеороликов для детей дошкольного возраста вы сможете найти на образовательном портале игры и занятия для дошкольников дети.мосметод.ру. QR-код, представленный на экране, приведет вас на нужную страницу. Материалы портала обновляются еженедельно, поэтому каждый родитель сможет найти на нем интересный и познавательный контент для своего ребенка. Когда наступил момент возвращения ребенка в дошкольную группу, скорректируйте время его пребывания в детском саду, если это будет необходимо. Режим посещения должен быть комфортным для малыша. Уважаемые родители, надеемся, что наши рекомендации будут актуальны для вас. Желаем вам успехов и всего самого доброго!